И поэтому наш урок посвящен еще раз, посвящен Пуриму, наш урок. Сейчас мы как раз читали, в синагоге читали свиток СТР, свиток СТР, и хочу сейчас еще раз, чтобы мы остановились на тех уроках жизни, так как мы изучаем здесь уроки жизни, и особенно в последнее время мы изучаем, как быть веселым, как быть счастливым, как быть радостным. Вот мы сейчас с этого ракурса рассмотрим эту историю, которую мы изучаем уже 2500 лет. 2500 лет назад произошла эта история, 2400, если быть точным. И каждый год нужно дважды прочитать эту историю. Значит, весь Евреевский народ в синагогах вечером и потом утром читает эту историю. Значит, читают быстро, и не хватает времени, чтобы вдуматься, что там написано обычно. Поэтому мы сейчас прочитаем медленно, что успеем за ближайшие 30 минут. Я хочу остановиться на нескольких уроках, которые мы отсюда учим, потому что действительно ее и читают для того, чтобы понять, как Бог управляет миром скрытно. Потому что в свитке Эстер, это книга, которая входит в Тору, это письменная Тора, одна из книг письменной Торы, значит, ни разу не упоминается имя Всевышнего вообще. То есть, это очень интересно, как это так, это святая книга, а про Бога здесь нет вообще. Но именно она и называется «Свиток скрытый». Да, Эстер переводится имя «Скрытый», когда за всем стоит Всевышний. Причем интересно, что Эстер, это было идолопоклонство в Вавилоне в то время. Эштар была такая, назвали ее бадиня, идол Иштар. И был идол Мордух. Так, у них были имена Мордыхай и Эстер. Это было, это было как похоже по звучанию на вот этих вот названия этих идолов. И мы видим, что за всем в этом мироздании скрывается Всевышний. То есть, есть одна общая сила, один Творец, один Создатель, один Создатель законов. То есть, нет никаких здесь, как сказать, вариантов, да? То есть, или ты служишь Всевышнему, или нет. Если нет, то все мироздание, оно является ответом, как в конце книги «Экклезиат» сказал царь Самун. Он говорит, когда он исследовал, ради чего человек живет, он говорит, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И знай, что все скрытое приведет Бог на суд, и хорошее, и плохое. То есть, каждое действие имеет отдачу, каждое действие имеет последствия, и хорошее, и плохое. И вот сейчас мы читаем в Меделат Истер «Свиток скрытый», где Бог скрыт, нет его, не написано ничего про Бога. Но он за кулисами рулит всей ситуацией, и мы сейчас узнаем, как. И было, значит, начинается во времена Ахашвироша, того Ахашвироша-царя, который был царем от Индии и до Африки. 127 стран он захватил, и было 127 стран в его власти. Значит, сразу мы отсюда видим, что Всевышний, есть такой закон в Талмуде, что царство на земле, как царство на небе. То есть, то, что происходит на земле, это отражение того, что происходит на небе. И мы видим, что есть какая-то иерархия на небе, да, у каждого народа, у каждой страны есть какой-то ангел, который за это отвечает. Какой-то наверху там духовный ангел, это назвали в те времена, было очень удобно. Как ты объяснишь человеку, который не видел самолета, значит, и не видел никогда компьютера, не видел никогда, там, я не знаю, космического корабля. Как ты ему объяснишь, что есть какие-то духовные программы, да, программный код. Ангел с крыльями, значит, это он, а, ну, у меня крыльев нет, у него крылья есть, значит, это что-то круче, чем я. То есть, поэтому назвали так ангелы. Но, по факту, есть там духовный, как говорил, был такой великий каббалист, звали его Рафаэм Луцата. У него была фамилия, он жил где-то около 400 лет назад, 350. И он говорил, что он уже использовал такое слово в книге «Путь Бога» – «Трансцедентные силы». «Трансцедентные силы» – такое красивое название. Вот есть наверху какие-то трансцедентные силы, и у них есть иерархия. Но все эти силы – это все проявления Всевышнего, это одна система, это не несколько разных систем. И вот, значит, царь этот Ахашвирош, он был, властвовал на 127 государств. И он уже был, значит, третий год на царстве, он перенес столицу в город Шушан, Сузы по-современному. И отсюда мы тоже видим, знаете, как в Америке, столица, например, самый большой город Нью-Йорк – столица Вашингтон. В Германии – Берлин, а столица Бонн. То есть есть такие вот цари, которые хотели обезопасить свою власть, они выносили царский дворец за пределы главного города. Так легче защищаться. И он, значит, перенес свою столицу в Шушан, в город. И на третий год он сделал там пир, в котором он собрал всех своих министров, всех своих слуг, всех своих, значит, и собрал он там всех представителей со всех областей государств, которые он захватил, чтобы показать им богатство и славу своего царства, значит, показать, насколько он крутой. С одной стороны это себя показать, с другой стороны на людей посмотреть, потому что он их 180 дней поил, значит, поил, устраивал пир, и на этом пире поили всех очень сильно. Есть такой тоже закон в Талмуде, говорится, что если ты хочешь проверить человека, там это говорится к вопросу о замужестве, да, вот можете записать, если кто еще там не женат или не замужем, значит, как будет, как проверить надо своего мужа, да, будущего, своего напарника, где человек больше всего проявляется его сущность. Значит, три, три, значит, кос, каас и кис, на иврите это звучит. Кос это стакан, нужно его напоить, напоить конкретно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть, человека, которого, поэтому в пуре все пьют, чтобы вышло то, что у тебя внутри. Значит, напоить это коз, каас, гнев, довести до гнева, посмотреть, как человек в гневе. Потому что женятся люди, например, да, первая влюбленность такая, все, все отлично, там полностью друг другу видят только хорошее. Потом проходит три месяца, и первая ситуация, когда ее или его что-то раздражает, да, и он потом заходит в гнев. А до этого три месяца никто же не видел друг друга в гневе, да, и тут оказывается, что она в гневе, орет матом, бьет посуду, там, и вообще бьет всю мебель. А он в гневе просто, значит, я не знаю, что тому делать, не дай бог даже, думаю, да, и что, что дальше-то делать, а уже женаты. Поэтому нужно довести своего партнера будущего до гнева в период ухаживания и посмотреть, что будет, да, такой вот советую, тест. И ТИС, ТИС это деньги, как человек относится к деньгам. Это очень важно, потому что у всех разные программы отношения к деньгам, и это тоже важные такие вещи для совместной жизни. Значит, он их всех напоил, и когда он их всех напоил, то он же сам тоже с ними пил. И тут он зовет, значит, приказал, он, значит, во время этого пира, он хвастался тем, что у него есть, потом зашел разговор за женщин. Мужчина пили отдельно, женщина отдельно. И он говорит, говорит, у меня, говорит, прям Талмуд, как бы этот разговор приводит, он говорит, тот сосуд, которым я пользуюсь, говорит, самый красивый. Самый красивый у меня сосуд, у меня жена самая красивая. Ну все, ну кто будет с царем спорить? Кто будет с царем спорить? Звук есть, интересно, или нет? Я надеюсь, что есть звук, да. Значит, с царем никто не будет спорить. Но тут он говорит, а ну-ка привезти Ляви-Эт-Вашти. Вашти это звали его жену, которая была внучкой, правнучкой, она была на выходной царе, царя, который разрушил императора, который разрушил первый храм, и который был великим такой царем. Она была его, его она была правнучкой. И он и не женился, а Хашвирос, чтобы закрепить свою власть. Он говорит, привезти ее перед царем в короне, написано. Только в короне. Показать всем народам и министрам, какая она красивая, и что нету красивее, чем она. Ват-И-Ма-Эйн. И отказалась царица Вашти прийти по слову царя, чтобы ее привели его эти самые, его слуди. Она в это время делала пир для женщин. Тут тоже каждое слово имеет значение. Написано, он приказал привезти Вашти, ее звали Вашти, такое имя, царицу. То есть он говорит, она для меня прежде всего просто Вашти, а потом царица. А написано дальше, и отказалась царица Вашти. Она говорит, нет, я царица, а царица не будет тут ходить по твоему приказу. В общем, отказалась она. И что написано, Ваикцаф, и разгневался царь, разгневался царь очень, и ярость горела в нем. Значит, Тора разделяет, гнев это внешнее проявление, а ярость, это внутреннее проявление, но которое человек сдерживает. И она в нем горела. Он вошел в состояние ярости, у него внутри все горит. Хорошо. И сказал царь мудрецам, знающим времена. Устная Тора говорит, что у него, как у любого царя, как советовал нам царь Соломон, что в войны делаются, должно быть много советников. Бетахбулот с хитростью, с уловками, это Семилхама, делая войну с уловками, то есть с многоходовыми комбинациями. И у него были советники, но у него были советники разные. Были еврести и советники. Здесь написано мудрецы, знающие времена. Они знали календарь, времена, все такое. То есть это имеется в виду еврести и советники. Что делать? Значит, они сказали, мы не знаем, что в этой ситуации делать. То есть, с одной стороны, она царица, и с другой стороны, она отказалась. Некрасивая ситуация, он послал публично ее привезти, она не привела, она не пришла. А что тут посоветуешь? То есть, по еврести не надо вмешиваться в эти семейные ссоры. Они говорят, мы не знаем. Про звезды спроси, мы знаем. Про небо, мы знаем. Про ваши отношения, мы не лезем. Все. Значит, но тут вмешался, у него было еще семь советников персы. Персы, и там вдруг вмешался такой Мимухан. Мимухан, он был младший советник. Отсюда мы тоже учим, что иногда, значит, вот выйти, проявить инициативу, это очень круто. И вот этот Мимухан, он проявляет инициативу. И он говорит, хотя он был один из младших советников, он говорит, послушай, говорит, это то, что она не выполнила твой приказ, это не просто так. Это не просто так. А все тоталитарные правители, они очень чувствительны к неуважению к себе, к какому-то подрыву их авторитета. Он говорит, то, что она не выполнила приказ царя, это серьезное преступление. Значит, теперь, если сейчас она не выполнила публично, значит, все понимают, что у тебя можно не слушаться. И теперь об этом станет известно, так как она это сказала на пир для женщин, жены всех этих министров. Теперь, мало этого, они теперь будут все, как она может тебя опозорить, так они будут своих мужей позорить. И они теперь не будут служиться мужей. И получится, что вся власть посыпется из-за этого ее отказа. Так он провел, как бы, интерпретацию, комбинацию. Поэтому, он говорит, значит, для того, чтобы восстановить вот эту всю ситуацию, если, значит, надо ее казнить публично, и всем, чтобы женам было неповадно было, да, то есть он говорит, это как раз вообще, вот сейчас эти самые, как их зовут, феминисты должны прямо сказать вообще, что это за был такой злодей. В общем, этот посоветовал казнить ее и сдать приказ, что жены должны слушаться мужей, и если они не будут слушаться, то их можно будет казнить, а муж женится на той, которая будет лучше, чем вот эта, которая не слушается. Прям вот он дал такой совет. И понравилось то, что он сказал царю и всем его министрам. То есть тут очень важная тоже вот эта фраза, что они же сидят все там, мужчины, он такую советует. Мужчины все говорят, о, прикольный совет, значит, он сейчас убьет свою жену эту, ваше, и все жены начнут нас слушаться. И разослали, и сдали по этому совету указ, что во всех государствах царя, значит, должна, мужчина властвует в доме, а жена лишается права голоса. Женщин под эту всю историю решили, лишили как бы права голоса. После этих событий успокоился царь, закончился пир, успокоился, написано, Захар Эт Вашки, Вэта Шараста, он вспомнил, уже забыл он про царицу, а он вспомнил ее как женщину, Вашки, его жена. И он, значит, он же ее любил, и он, что он вообще ее казнил, и что делать? Значит, тогда вот этот же, который дал этот совет, Мемухан, он уже к тому времени стал очень влиятельным, он говорит, а я тебе советую другой, сейчас мы делаем момент. Значит, мы сейчас по всем государствам начинаем собирать девушек, девственниц, красивых, и, значит, будем устраивать ежедневный конкурс красоты. То есть, тебе заходит девушка, нравится, женись, не нравится, следующая. И, значит, начали они вот этот конкурс красоты. Теперь, дальше в эту историю входит Мордыхай. Иш-Еудий. Был еврей в это время, еврейская община была очень сильная в Вавилоне, потому что на выходный царь прадедушка, вот этой вот Вашки, которого казнили, вавилонский царь, разрушил первый Иерусалимский храм, и евреев переселил в Вавилон. И они там уже жили отдельная община и были очень влиятельные. Значит, там был один из главных евреев, человек-еудий, еврей. Жил он в этом Сузах, Шушана-Бера, жил он в столице. Его звали Мордыхай, сын Яира, сын Шиме, Бентиш, Иш-Ямини. Он был из колена Беньомина. И он был из тех, которых переселили в изгнание из Иерусалима, когда уходил оттуда Иханья, царь, царь, значит, Иудеи, выходил из Иерусалима, которого переселил на выходный царь Мелых-Бавель, которого переселил на выходный царь царь Вавилона. То есть, он был еще из тех, кто ушли. Ему к тому моменту было, получается, уже около 80 лет. И у него была, у Мордыхая была девушка, Адаса ее звали. Адаса, которая была сирота, и которую называли Эстер. Она была очень скрытная. Вот как раз она является Эстер. Но ее имя было изначально Адаса. Но ее назвали Эстер. И она была его племянница. И не было у нее ее папы и мамы. Они погибли. Когда она была еще маленькой. И она была очень красивая. Яфат Туар. У нее было очень красиво отстать. Ветуват Морей. Она была очень красивая лицом. И когда умерли ее папа и мама, то Мордыхай взял ее себе как дочь в дом на усыновление. И когда услышал, значит, когда начали собирать этих девушек, они жили в Шушане. Где-то ее поймали на улице и тоже ее забрали в Гарем. Значит, она в Гареме в этом... Мордыхай сказал, ничего не говори. Почему он ей так сказал, не знаю. То есть, знали, что она из его дома. Но кто она, из какого народа, все ее прошлое, откуда она взялась, ничего. Сирота нашли на улице. Значит, кто я, не знаю. Воспитывалась в доме Мордыхая, да. Все. Он ей сказал, ничего не говори. И она, значит, у них было 12 месяцев подготовки девушки к тому, чтобы она могла зайти к царю. Значит, зачем это было? Я думаю, что это было карантин. Он очень боялся. Все тоталитарные правители, их главная движущая сила во всем их правлении, это страх за свою жизнь и за то, что они сделали много зла. Вообще, злодеи его зло преследуют. Он плохо спит, ему все время страшно. Он сам хочет всех убивать, но он думает, что все хотят убивать его и, в принципе, это правда. Поэтому их 12 месяцев выдерживали в гареме, чтобы проверить, значит, ну, во-первых, карантин, во-вторых, какие-то были у них и другие тоже основания, их мазали какими-то маслами, их там готовили, в общем, готовили к тому, чтобы к нему зайти. И вот, я коротко пропускаю, значит, девушек к нему заводили, вечером заводили, утром выходили, и вот пришла очередь Эстер, дочки Авихаэль, которая была то ли тетя Мордыха, в общем, какая-то родственница Мордыха, ее мама была. И он ее взял к себе в дочери, как бы, да, усыновил ее. И вот она пришла туда, она все время молчала, ничего не просила для себя, ничего не говорила, в общем, зашла она к нему, в Атилаках, здесь подчеркивает Медилат Эстер, что она была изнасилована, то есть, она не пошла к нему по своей воле, она была взята к царю, Ахашвирошу, и это было в десятый месяц, месяц ТВЭД, на седьмой год царствования, его царствования, то есть, между пиром, с которого начинается повествование, и вот этим моментом, прошло же четыре года. Написано, и полюбил царь Эстер больше, чем все женщины, которых у него были в жизни, и она ему настолько, ватиса хен вехесет, она настолько вызывала у него приятные чувства, милосердие, доброту, то есть, он как бы в ее поле, он чувствовал себя очень спокойно, по-доброму, да, и он поэтому в нее влюбился, и она ему понравилась больше, чем все девушки, чем все девственницы, то есть, тут подчеркивается, и больше, чем все женщины, больше, чем все девушки, и она настолько, она ему вызывала приятные чувства, что он положил корону царства ей на голову, и сделал ее царицей вместо вашки, вот такой вот поворот событий неожиданный, да, она делала все для того, чтобы он от нее отказался, я сирота, никакого я не царского рода, хотя семья Мурдыха, они были царского рода, еврейского, и она если бы сказала, что она из благородного рода, это подняло бы ее шансы стать царицей, все вот эти вот, как бы, девушек брали, все хотели стать царицами, она не хотела, она наоборот, я сирота, не знаю, кто с улицы меня нашли, ну, так про нее говорили, и она вообще просто молчала, ничего не говорила, но тем не менее, Всевышний так расставил ситуацию, что он в нее влюбился, и сделал тогда Ахашвирош опять пир, посадил ее, значит, что она царица, и, но она все равно, как бы, есть такое слово на русском, морозилась, да, то есть она никак не проявляла ни радость свою, ничего, ничего у него не просила, никаких подарков, то есть она была полностью в состоянии в таком, ну, типа, отмороженная, да, тогда он решил к ней зацепить ее через ревность, и он опять стал собирать девственниц второй раз, значит, для того, чтобы опять продолжил этот конкурс красоты, думал, может, она тут, то испугается, теперь ее не сделают царицей, ничего, никакого эффекта, Мордыхай сидит в воротах, то есть это был царский дворец, он там где-то находился тоже близко к власти, да, к Кремлю, или там к Вашингтону, да, и Эстер не говорила, из какого она рода, из какого она народа, как приказал ей Мордыхай, и, значит, все, прошло время еще, и тут, вот тот вот, который все это организовал, главный советник Мамухан, которого звали, он же Аман, он, значит, он еще больше возвысился, и, а, тут был еще один очень важный момент, Мордыхай сидел в, сидел в воротах там, и он сидел, значит, услышал он, как два стражника, которые были из народа, какого-то там, вообще непонятного народа, которые говорили на своем языке, он услышал, как они договариваются, чтобы убить царя, Амар Дыхай, он был из Санедрина, еврести и мудрецы, которые были в Санедрине, они говорили на 70 языках, что значит, они говорили на 70 языках, вряд ли они учили все языки, там, где-то в языковой школе, но они были на таком высочайшем уровне духовности, и на таком высочайшем уровне близости ко Всевышнему, что они понимали, понимали языки, ну, не зная, возможно, слов, ну, в общем, мы знаем, что он знал все языки, и тут написано, что были два охранника царя, которые захотели убить царя, заговор, и это стало известно Мордехаю, он сказал Эстер, Эстер сказала царю от имени Мордехая, начали расследование, и действительно нашли, что они хотели убить, их повесили на дереве, и записали в книгу летописи, что Мордехай спас царя, все, заканчивается третья глава, после этих событий, еще выше возвысил царь этого Амана, и сделал его главным премьер-министром, сказал, что он всем управляет, его приказал всем, приказал всем перед ним падать ниц, кланяться перед вот этим своим премьер-министром, значит, недавно проводили психологический опыт, трех человек актеров, как бы опыт, что собеседование в очень крупную компанию, на хорошую должность, приходят люди на собеседование, сидят уже в комнате, где претенденты ожидают собеседования каких-то там конкурсов, сидят три человека, заполняют анкеты, готовятся, волнуются, очень хорошая должность, звучит звоночек, они втроем встают, звучит звоночек, они втроем садятся, тот, который зашел, он видит, что что-то происходит, это психологический эксперимент, опять звоночек, они встают, опять звоночек, они садятся, значит, новый претендент, если он с ними начинает вставать и садиться, его оставляют, если он, и все это снимается в скрытой камере, а вот эти трое, это актеры, они на самом деле не претенденты на работу, они актеры значит а если претендент вот этот настоящий не встает с ними не садится ему сразу подходит тот а его удаляет первая девушка зашла они встают она начала вставать вместе с ними садится по звонку никто ничего не говорит все молчат условия для всех претендентов все молчат заходит 2 начиная тоже с ними вставать садится видит все встают садятся он тоже начинает по вставать садится без объяснений заходит следующий претендент ему значит сидит тоже заполняет антету смотрит звонок все стоят садятся он не встает не садится со всеми да то есть каждый же внутри думает так это наверно может проверка какая-то может еще что-то значит если он не встает не садится то через какое-то время его значит выводят тихонечко да в общем в итоге проходит время полная комната людей встают садятся встают садятся этих трех актеров которые изначально были уже убрали уже убрали из этой комнаты их нет а все остальные продолжают вставать садится вставать садится то есть общество состоящие из людей которые с послушные они готовы на все поэтому любой тоталитарный правитель он первым делом убирает вот эти источники которые не готовы со всеми ходить строем и тогда остаются только те которые ходят строем у них такая природа то есть их так воспитывали не знаю но если убрать из общества всех вот этих вот независимых элементов то общество становится полностью послушным и царь приказал значит ахашвиро что все перед аманом падают ниц раньше это было вообще такое прямо явно и такой да нельзя было не определить ты со всеми или не со всеми это не со стула встать это нужно было упасть на колени и распластаться так и все перед аманом падают ниц а мордыхай не падает и увидел аман что мордыхай не хочет переклоняться перед ним значит и наполнился аман ярости до хама внутренней ярости и для него было презрительным для него было только мордыхая убить одного да он узнал из какого народа мордыхай и захотел аман для шмид и тколя иудим захотел аман уничтожить всех евреев которые во всем царстве ахашвиро ша вместе с мордыхая и значит в первый месяц это был месяц ниссан он но это был ходишь решен уходишь ниссан бешнат штеместре уже 12 лет праздного властвовал ахашвиро ш прошло еще пять лет уже прошло как эстер села на на царство пять лет прошло значит аман начинает бросать жребий поэтому праздник называется пурим и для того чтобы определить в какой месяц он уничтожить евреевский народ бросает он этот жребий бросает 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 находит 13 число месяца 13 число месяца какой адар в котором мы находимся и значит когда когда он определил этот месяц через жребий он пошел к царю для того чтобы для того чтобы договориться чтобы говорить есть народ ну начинается клевета вот эти что евреи они закон царя не слушают у них свои праздники они у них кто у них шаббат то у них праздник то у них песок они на своей волне а в общем давай у их значит убьем и ограбим все у них имущество заберем а когда мы заберем у них все имущество так царю будет хорошо это это главный с тех пор ничего не поменялось все обвинения против еврея во всех странах базируются на том что они нелояльные и давай их убьем и заберем у них имущество так делали фашисты так делали в испании так делали в англии так делали во франции то есть чистый грабеж и нежелание евреев ходить строем по законам той страны в которой они живут они они жили по своим законам законы бога при этом в законах евреев по-настоящему надо быть лояльными государству мы ни с тем не воем евреям запрещено находясь внутри страны захватывать власть это тоже очень важная вещь что запрещено как бы лезть в политику и так далее то есть нужно спокойно жить своей жизнью соблюдать заповеди всевышнего и ждать когда он простит еврейский народ и вернет обратно в израиль так было на всех поколениях значит евреи в вавилоне они тоже были лояльные мордыхай но они очень служили царю но аман своей клеветой он значит все перевернул и царь говорит ладно говорит делай как хочешь и аман пишет письмо во все страны в кгб во все значит полиция пишет что приказ царя 13 числа месяца адар всех евреев уничтожить и смотрите как написано это то что сейчас происходило с хамасом когда они хотели уничтожить всех написано так ли ля шмид уничтожить и убить и всех иудин от подростка до старика и младенцев и женщин в один день 13 числа месяца адар и их их самое главное в конце написано чтобы подкрепить этот весь приказ вэшлаваль шлалам лавоз и их имущество разграбить то есть можно убийца можно забрать имущество то есть все и пошли эти все письма все это заканчивается эта глава начинается следующая глава у мордыхай он узнал мордыха узнал то что произошло и порвал мордыхай свою одежду закричал большим криком и горьким и пришел он к воротам царя значит и передал он эстер говорит вот теперь понятно почему почему всевышний тебя такую хорошую девушку праведницу направил значит в это место и сделал женой царя потому что на тебе как раз миссия спасти еврести народ значит то и ответила эстер тогда мордыха что уже 30 дней меня царь не звал и значит он у него есть такой закон что если он не звал не а чек заходит его убивают сразу до охранники значит мордыхай говорит смотри всевышний еврейский народ спасет по любому и это на тебе миссия если ты откажешься он спасет по любому но тебя не будет скорее всего раз ты не выполнила свою миссию и значит а дальше дальше эстер говорит хорошо хорошо она говорит я пойду к царю попробую значит ну как бы все объяснить но ты собери всех евреев которые находятся в шушане и пускай они постятся постятся не едят и не пьют и раскаиваются молятся всевышнему чтобы все это чтоб всевышний спас спасение не от меня спасение от всевышнего так она передала следующая глава значит а эстер оделась тоже она постилась поэтому есть перед куримом пост эстер в памяти эстер мы постимся этот пост и оделась она и пошла на в во внутренней вот это дворе царя а там у него было правило если кто-то заходит без приглашения сразу его убивают только он может показать своим жезлом на этого человека человек остается живым значит и она заходит в это время он сидит как раз сидит он он ее увидел и показал на нее жезлом чтобы ее спасти ну что ее не надо убивать все она заходит во внутрь заходит и он ее спрашивает ты никогда ко мне не приходила что ты сейчас пришла что ты сейчас пришла она говорит если в глазах царя хорошо если он ко мне хорошо относится я приглашаю тип царя и амана сегодня вечером ко мне на пир который я делаю у себя во дворце делаю пир для царя и для амана все значит хорошо царь удивился она к нему никогда не приходила за все эти годы и тут она пришла с какой-то просьбой он говорит какая у тебя просьба приходит сегодня вечером ты и аман царь говорит давайте поторопите амана срочно эстер назовет идем команду идем к эстер и сказал царь пришли они к ней вечером на пир пьют они вино он не говорит скажи в чем твоя просьба я тебе дам скажи что тебя от меня нужно до половины царства я тебе дам он не говорит и ответила ему эстер и сказала есть у меня к тебе просьба если ты ко мне хорошо относишься если мацати хэнбэйна если ты хорошо относится ко мне такой оборот красивый если нашла милость в твоих глазах царя и если царю угодно выполнить мою просьбу придет царь и аман на пир ко мне завтра тоже царь вообще в шоке что это такое что за просьба то есть ну явно что то здесь происходит ему непонятно она ее просьба приходите завтра вдвоем тоже ко мне на пир и вышел аман вот сейчас самая такая мы же изучаем радость и сейчас ключевой момент для радости сейчас прям такой очень глубокий момент начинается и вышел царь в этот день самый веселый ему было хорошо на сердце ему было хорошо на сердце но когда увидел аман мордыхая в воротах который не встал и не двинулся он перед ним не поклонился наполнился аман нам опять наполнился он яростью вот тут мы видим психология эмоции что что происходит у тебя все хорошо в жизни у тебя в жизни прям все вообще идеально ну что тебе вот этот вот мордыхая который не поклонился какая тебе разница нет сразу ему все не в радость он цепляется за эту за и наполняется яростью и сдержался он во дворце они вели себя культурно и пришел он домой и послал собрать тоже у себя дома всех своих друзей жену свою зер и шишто и рассказал им аман все свое богатство и рассказал что смотрите сколько у сыновей богатство и меня так поднял царь что я пример министр и значит все передо мной кладутся и сказал аман даже даже теперь обратите говорит внимание что эстер царица она пригласила на пир который сделала меня с царем и даже завтра тоже она меня позвала на пир с царем он он все это рассказал им и и после этого говорит ключевую фразу которая отличает чека несчастного от счастливого человека как сказать плохого от хорошего вот так аман был злодей свидетельствует ора он говорит такую фразу вы пользы и не наша вели все это оно для меня ничего не стоит ничего не значит все то добро которое я получал от всевышнего от жизни от людей все это для меня ничего не значит и не на вели все то время пока я вижу пока я вижу мардыхая а иуде мардыхая иудея который сидит в воротах царя он говорит все это мне ничего не стоит вот так мыслят люди которые несчастные которые не ценят добро которые неблагодарны то есть они цепляются за какую-то мелочь и обесценивают все хорошее что бог для них делает из-за какой-то мелочи и сказала ему зереши что его жена ему сказала его советники всему сказали построить дерево 50 локтей 25 метров и утром иди к царю чтобы повесить мордыха на этом дереве все чё ты нервничаешь тогда просто не человека нет проблемы и пойдешь вечером на пир веселые с хорошим настроением и аман по этому совету начал строить дерево сделать строить виселицу построил он виселицу у себя во дворе 25 метров высочайшую и начинается 6 глава в эту ночь не было сна у царя бывает такой человек ночью просыпается нету сна что-то его беспокоит и в эту ночь царя что-то беспокоило не было у него сна и сказал он приведите мне привезите мне книгу книгу летописи почитаю надо вдуматься что происходило в чем причина моего отсутствия сна хорошо значит и нашли там запись что мордыха и сказал про заговор когда было два два стражника которые хотели убить царя и значит сказал царь а что ему сделали в как его наградили за то что он сделал такой поступок за что он спас мою жизнь как его наградили сказали ему никак ничего не написано никак не наградили царь говорит вот вот говорит вот это наверное меня и беспокоило а у него всегда была страх за свою жизнь поэтому очень важно было те кто его спасают их награждать чтобы все люди видели как как награждают тех которые спасают царя царь говорит кто сейчас вам во дворе из сановников из главных в это время аман приходит чтобы просить чтобы в мордыха повесили и как раз аман пришел раннее утро просить что повесили мордыха сказали слуги царя вот аман во дворе как раз сказал царь зовите заходит аман и спрашивает его царь скажи что надо сделать для человека которого царь хочет наградить и выделить его доказать ему почет и сказал аман в сердце своем мама на это время думает ну кому еще хочет царь сделать уважение конечно мне то есть я на вершине мне прет уже круче меня нету очень мне напоминает историю с пригожиным прям очень сильно напоминает и сказал аман царю ну говорит я думаю что так надо наградить и тут он дает раскладку что у него на уме что очень сильно испугала царя и его как бы потом его зацепила да так все эти проекции аман говорит ну что если говорит царь хочет кого-то наградить а что для него может быть уже выше у него выше может быть только самому стать царем сделать заговоры самому стать царем потому что выше ему уже некуда было подниматься он говорит значит нужно от того человека которого царь хочет наградить одеть его в царскую одежду которую носил царь посадить на царского коня и одеть на него царскую корону на голову ему да то есть он как бы выдал свои тайные мечты и значит вести его по городу и чтобы объявляли вот так вот царь награждает того кого он хочет наградить значит все и чтобы он на на коне провезли по всему городу чтобы все узнали насколько этот человек уже может быть царем да ну он говорит что насколько царь его хочет наградить но по факту то он выражал свое уже следующее стремление стать вместо царя и сказал царь аману ну давай быстрее говорит бери царскую одежду бери коня и все что ты сказал сделает а мордыхаю юди мордыхаю еврею который сидит один из тоже сановников который советников который сидит во дворе и говорит ничего не пропусти из того что ты сказал аман в шоке как он пришел просить чтобы мордыхаю повесили а тут наоборот все взял аман значит одежду очень он выполнил этот приказ и сидел мордыхаю в воротах он его все посадил на коня провез по городу и пришел он домой пришел он домой и рассказал все это зереш своей жене и всем своим друзьям советником все что произошло и сказали ему мудрецы и жена его сказала если он из евреев до изера иудим если он из потомства евреев мордыха это да если ты начал перед ним падать то говорит все уже ты не сможешь будешь падать уже до конца и пока они с ним разговаривали в это время прибежали охранники царя и говорят быстрее тебя ждут на пире у царицы эстер вместе с царем и значит он с ними быстренько побежал на пир седьмая глава и пришли царь и аман пить и значит на пир этот эстер и сказал царя царю не терпится он не говорит ну говорит давай говорит какая твоя просьба настоящая я тебе дам что ты хочешь от меня до половины царства я тебе дам эстер ему говорить тогда если тебе я имею милость твоих глазах если ты хочешь дать мне ту просьбу которую я прошу она горит если бы меня просто продали в рабство меня и мой народ то я бы молчала но нас все хотят убить уничтожить всех без вины и значит и детей и женщин стариков нет никакой у нас вины какая у меня вина но нас все хотят убить и тот кто хочет нас убить ему ему на самом деле он враг царя значит он враг царя это человек да которая хочет сделать ущерб царю и сказал царя хашвирож а кто это это человек мизы он говорит кто это он и он уже наполнился яростью уже был сети царь такой да тоталитарный правитель говорит кто это такой против меня и против тебя против царицы и сказала эстер этот человек враг и ненавистник аман злодей вот этот яман сидит он вообще в шоке от всего этого да то есть он думал что на вершине власти но тут оказывается что все это поворачивается в один момент против него хорошо значит сейчас секундочку все и так значит встал царь в ярости и вышел он во двор в это время аман бросился значит просить у эстера молка за себя за чтобы его не убили он бросился значит к ней на колени просить знаете как все вот эти вот герои бандиты убийцы которые потом сдаются в плен сейчас мы видим эти хамасники которые кричали джихад убивали женщин детей сейчас даются все в плен вообще без всяких зазрений совести да то есть они кричали мы всех убьем а как только их окружают они тут же лапы поднимают оружие все пока не они смелые женщинами и детьми и тут когда аман почувствовал что значит он почувствовал что ему есть опасно для жизни он упал на колени и начал перри эстер умолять чтобы она его простила в это время возвращается царь сон с улицы да он вышел на улицу на такой как на террасу возвращается он чуть остыть хотел тут смотрит значит аман а у аман прям упал к ней они лежали над этих кроватях и он упал на колени прямо на нее упал на эстер царь говорит что говорит и со мной в доме ты хочешь еще и царицу изнасиловать говорит но он понял что аман он совершенно неудержимы в своей гордыне гордости в желании захватить там и так далее то есть он увидел этого человека как бы его суть и тут ему его главный начальник охраны говорит а еще он построил виселицу чтобы повесить мордыха который спас царя и тут понимает царь на своем тоталитарном уровне которое главное это спасение тоже своей жизни он понимает что аман для него враг и он говорит амана говорит повесить на том же дереве на котором он приготовил для мордыха и в этот момент когда он повесил убил амана он успокоился и передал он царство стал премьер-министром мордыха и эстер все уже заканчиваем и сегодня чуть затянули чем обычный урок значит он снял кольцо которое дал до этому премьер-министра аману отдала мордыха говорит все теперь ты будешь премьер-министр ты спас мою жизнь ты значит лучше знаешь как управлять и значит тогда эстер просит у царя она говорит но он же хотел уже назначено убить всех евреев 13 числа месяца адар уже пошли письма значит во все страны отмени указ царь говорит важно вот эта фраза которая касается всего устройства мира значит когда человек делает какое-то действие он создает как программу потом эта программа она доходит до того уровня на котором решается судьба то что называется небесный суд и эта программа возвращается обратно но если есть уже приказ царя то этот приказ невозможно отменить можно только создать новые приказы добрые дела как говорят филат сдока и добрые дела спасают от смерти да то есть говорит эстер царю отмени указ он говорит я царь я указа не отменяю я не могу отменять указ если буду отменять указы то что это будет за власть и что это будет за царство я указа не отменяю но говорит я же могу дать любой новый указ это нам здесь дается как бы такая великая мудрость духовная да что когда даже человек сделал что-то плохое отменить указ нельзя можно создать новый указ то есть каждое доброе дело каждое раскаяние это ты создаешь новую какую-то программу которая потом влияет на твою жизнь и значит написал мордыхай от имени царя новый указ что в этот же день значит царь говорит ватэм китву али иудим котов бэнэхэм он говорит вы напишите теперь для евреев приказ как хорошо ваших глазах и они дали новые письма что в этот день 13 числа те кто хотят нападать уже отменить нельзя но евреи могут защищаться защищать свою жизнь с оружием в руках они написали такой указ и к этому дню 13 дара подготовились евреи во всех во всех странах к самозащите создали отряды самообороны в 127 странах мира и когда наступила вот это вот 13 адара началась война в которой в этой войне евреи убили всех тех которые с оружием шли на них убивают то есть они как раз во всех странах когда говорят что в эти в этот день убили 75 тысяч кого убили убийц которые с оружием в руках встали для того чтобы убить уничтожить весь евреисти народ и значит это произошло 13 13 адара была эта война и 14 адара праздновали это день пулем праздную 14 адара но в шушане в столице там была ситуация сложнее и эстер пришла к царю и говорит что можно ли в шушане сделать еще один день разрешить евреям с оружием в руках защищать себя царь говорит да и в иерусалиме в шушане в столице война была еще один день 14 и так как евреи не празднуют войны а празднуют только мир до победа войне мир и так далее то в иерусалим в шушане праздновали 15 числа до 2 дня была война 15 праздновали и во всем мире теперь города которые окружены стеной были в то время а иерусалим в то время уже был окружен стеной это был древний город в этот день празднуют 15 поэтому сейчас сейчас в иерусалиме сегодня праздник во всех городах мира 14 был праздник а сегодня 15 это праздник победы добра над злом интересно вот здесь в медилат эстер есть вот такой вот список 10 сыновей амана которых тоже повесили это очень важно во всех древних свитках неважно когда они написаны 2000 лет назад тысячу лет назад свиток медилат эстер он полностью идентичен до до самой маленькой буквочки когда написаны имена сыновей амана то есть измененные буквы шин тав и заин вот маленькие буквы они написаны по-другому тавшин заин интересно что когда их повесили 10 сыновей амана из них не могли никак понять а зачем эти измененные буквы зачем вот эти вот измененные буквы тавшин заин это было непонятно покамисть не наступил 1947 год нюрнбергский процесс когда повесили 10 нацистских преступников повесили и это был год по еврейскому календарю тавшин заин 5707 год можете проверить это был год нюрнбергского процесса когда повесили 10 нацистских преступников которые хотели точно также уничтожить весь еврестий народ они успели 6 миллионов евреев полтора миллиона детей они успели уничтожить но всевышний который правит миром который даже когда мы не видим его доброту весь этот мир правление его доброты именно вот когда повесили 10 сыновей амана тавшин заин это 5707 год были повесены 10 нацистских преступников которых как после нюрнбергского процесса судом мир пересудил чтобы их казнить которые хотели сами уничтожать их значит уничтожили что интересно их было 11 один закончил жизнь самоубийством в тюрьме осталось их 10 повесили именно 10 и один из них он кричал что это пурим сорок седьмого года он он понимал духовную связь между этими событиями то есть тот кто пришел уничтожать убивать тот от этого же и умрет мы видим это из истории с аманом мы видим что тот кто задумал зло от этого же зла и погибает это мы видим это закон мироздания поэтому мы празднуем веселимся и как мы празднуем и веселимся мы делаем следующую вещь матанод ливи ним мы помогаем бедным то есть обязательно нужно помогать бедным объединяться с людьми помогать им мишло ахманод посылаем еду друзьям чтобы с друзьями по завтра покушать по порадоваться и делаем пир так как все события обратите внимание первый пир когда ахашвирож собрал людей потом пир на котором решалась судьба это был пир который стер сделал два пира то есть все решается на перу за трапезой поэтому сегодня и заповедь сделать вот этот вот пир трапезу пить вино радоваться и знать что всевышний всегда для добрых хороших людей найдет спасение как нам не надо заботиться нам надо заботиться чтобы быть добрыми хорошими людьми и все злодеи будут наказаны все злодеи которые хотят убивать других людей неважно с какой целью они хотят убивать они начинают вот эту вот историю до террористы вот кто такие террористы не убивают невинных людей они рассказывают какие-то сказки про то что ради чего-то ради какой-то цели значит террористы они всегда будут убиты всегда если они уже кого-то убили то всевышний так сделать что их возмездия всегда всегда найдет и чем больше люди будут те кто будут с ними сообщниками в то что сейчас происходит тот то сообщники хамаса они те кто их поддерживают они становятся такими же как хамас как террористы поэтому очень важно для себя однозначно в этом мире определить свою позицию добро мир любовь делать максимум добра и всевышний о добрых хороших людях всегда позаботиться все всем удачи успехов веселого пулема и сохранить это это знание что всевышний всегда вас позаботиться если вы хороший добрый человек если это прям понять осознать и в это вот прям реально к этому прикрепиться то у вас будет невероятно хороший веселый радостный год без тревоги без волнения без каких-то опасений без сожалений будет очень хороший добрый год у всех добрых хороших людей будем сам и с божьей помощью встречаемся завтра всего хорошего спасибо вам за то что вы изучаете тору получаете божественный свет распространяете божественный свет и помогаете платформе вайкра нести свет людям совсем удачи успехов до завтра будем сам их